Hello! I got a little job, you! Йохаламанэ, спасите меня! Итак, пацаны, вышел долгожданный трейлер этой триологии GTA. А именно GTA 3, Vice City и San Andreas. Сегодня мы разберём весь этот трейлер, расскажу про цены и про своё мнение об этом. Так что подготовьте себя поесть, ну а мы начинаем. Вчера, а именно 21 октября 2021 года, выходит трейлер, который уже собрал почти 5 миллионов просмотров. Название у всего этого Grand Theft Auto, The Triology, The Definitive Edition. Прекрасное название. Игра, кстати, выйдет 11 ноября на пяти платформах. PS5, PS4, Xbox Series X, Xbox One, Nintendo Switch и на ПК, соответственно. Но стоит ли в неё играть? Давайте начнём разбирать трейлер. Hello! А-а-а, мы вообще-то всё это видели, давайте перемотаем. Итак, вот у нас с вами оригинал, а это The Definitive Edition. Видите ли вы тут изменения? Я, если честно, нет. Ну тут изменилась графика, модель CJ, окружение и все дела. Добавили забор, которого тут на первой фотографии нет. Ну может быть это из-за тумана, которого во второй фотографии нету. Поменялись текстуры и вроде бы всё. I got a little job, you pal. Что же изменилось? Ха-ха-ха! Итак, что же изменилось здесь? Ну, если посмотреть оригинал, то многое. Более детализированные объекты и текстуры. Например, как тот комп. Сзади теперь стоит Айдахо. Модельки персонажа опять же стали получше, кроме неё. По-моему, она стала кринжовее, чем в оригинале. Но всё равно тоже выглядит неплохо. И освещение стало получше, а то в оригинале чё-то всё синевато. Так, что здесь? Мрачный тихий городок стал вот таким. И Айдахо превратился в Кэби. Типичные цыганские фокусы. Выглядит это, конечно, всё круто и бомбезно. Теперь рельсы не имеют низкополигональный вид и имеют отражение. Ну и графика. А графика, конечно же, похорошела. Ну и поезд, конечно же, изменился. Оригинал. Definitive Edition. Здание похорошели и пальмы. Исправили дальность прорисовки. В зданиях добавили растительность. Освещение стало получше. Да и в принципе всё, что ли? Итак, посмотрим оригинал. Низкополигональные персонажи. Тени умерли. Ну и мала разнообразность на кухне. Definitive Edition. Персонажи были изменены. Посмотрите, какая майка. Воу. Наконец-то банда нашла денег, чтобы купить новую плитку. И мини-кроволновку. И посуду. Тени возродились. Ну, короче, ещё тут найдёте сравнение. Я уже всё рассказал. Но выглядит всё это атмосферно. Но это ещё атмосфернее. Итак, помимо графики и освещения, они убрали того чувака. Вот в принципе и всё сравнение. Хорош! Походу, они поменяли расположение камеры. И в городе стало ещё атмосфернее, когда погода. А Клод... Ээээ... Ладно. Не знаю, чё тут сравнивать. А что они, кстати, с Томми сделали? Это ещё что такое? Вот вообще, по виду, что Сен-Андрес это какая-то точная калкопия GTA V. Но, возможно, они как-то поработали над машинами или они до сих пор остались низкополигональными. Ну, что я могу тут сказать? Это GTA V. По-моему, этот дед в оригинале лучше. Я думаю, что его срочно нужно переделать. Ээээм... Сиджей? О, посмотрите, какой красивый стратум! По виду она выглядит ужасно. Но, тем не менее, они в комнате добавили картину. Едрит-мадрит, это что же я сейчас посмотрел-то? Ну, вот мы полностью и разобрали этот трейлер. Но, помимо этого, есть и скриншоты. Посмотрите на этого шикарного мужчину. И посмотрите на... А что это? В целом, плюс-минус это неплохо. Но всё равно говно. Что это такое? Здравствуйте, у них проблема такая, как у художников сделать нормальные руки. Но, кстати, про цену. Игра будет стоить 4279 рублей. Сколько? Да ты что, бля? Стоит ли ждать эту триологию, решайте сами. Осталось эту триологию ждать ещё меньше 20 дней. Надеюсь, они успеют поправить модели и всё остальное. А я просто разобрал трейлер и фотографии. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok